Вы знаете, что существуют десятичные и обыкновенные дроби. Обыкновенную дробь можно записать в виде конечной десятичной, если в знаменателе несократимой дроби нет простых множителей, кроме двух и пяти. Это можно сделать двумя способами. Умножить числитель и знаменатель на одно и то же число, чтобы привести к знаменателю десять, сто, тысяча и так далее. Или выполнить деление числителя на знаменатель. Примеры приведены в таблице. А можно ли обыкновенную несократимую дробь, в знаменателе которой имеются простые множители, отличные от двух и пяти, записать в виде десятичной дроби? Рассмотрим примеры. Дробь со знаменателем три или девять привести к знаменателю десять, сто и так далее нельзя. Возможно только деление числителя на знаменатель. Один разделить на три. Пять разделить на девять. Заметим, что при делении получается бесконечная десятичная дробь, в которой некоторые цифры повторяются. Рассмотрим другие примеры. Три одиннадцатых равно ноль целых двадцать семь сотых. Далее цифры два и семь повторяются. Аналогично в других примерах замечаем, что одна, две или несколько цифр бесконечно повторяются. Попробуйте выполнить деление самостоятельно в столбик или с использованием калькулятора. Бесконечные десятичные дроби такого вида называют периодическими. Повторяющиеся цифры в таких дробях называют периодом дроби. Период записывают в скобках. Читают так. Ноль целых и три в периоде. Ноль целых и двадцать семь в периоде. Ноль целых одна десятая и шесть в периоде. Сформулируем определение. Периодическая дробь — это бесконечная десятичная дробь, у которой, начиная с некоторого десятичного знака, повторяется одна и та же цифра или несколько цифр. Повторяющиеся цифры в таких дробях называют периодом дроби. Заметим, что конечную десятичную дробь можно считать периодической с периодом ноль. Получается, что при делении натуральных чисел а и b всегда получается десятичная, конечная или бесконечная периодическая дробь. Делаем вывод. Любую обыкновенную дробь, а делённая на b, можно преобразовать в десятичную, конечную или бесконечную периодическую. Можно выполнить обратное действие. Представить периодическую десятичную дробь в виде обыкновенной. Например, представим в виде обыкновенной дробь ноль целых и три в периоде. Обозначим дробь как х. Тогда 10х будет равно 3 целых и три в периоде. 10х минус х будет равно 3 целых и три в периоде, минус ноль целых и три в периоде, что равно трём. При этом 10х минус х равно 9х. Получаем простейшее уравнение. 9х равно трём. Значит, х равно 3 девятых, то есть 1 треть. Рассмотрим ещё несколько примеров решения некоторых задач. Задача. Сравните дроби. 1 третья и 0,3. Решение. Запишем дробь 1 третья в виде бесконечной, периодической, десятичной дроби и сравним. При такой записи становится очевидно, что 1 третья больше, чем 0,3. Задача. Выполните действие и округлите результат до десятых. Решение. 1 третья плюс 0,3 равно 0,3 и 3 в периоде плюс 0,3 равно 0,6 и 3 в периоде. Округлив, получаем 0,6. 5 девятых минус 1 третья равно 0,5 в периоде минус 0,3 в периоде равно 0,2 в периоде. Округляется до 0,2. Итак, сегодня мы рассмотрели бесконечные, периодические, десятичные дроби и действия над ними.